Дорогие друзья, милые моему сердцу люди, пришедшие сюда, что-то я вас плохо вижу, в светом сале нет, а я люблю видеть в глаза людей, к которым обращаюсь. Но, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть в нашем клубе Одессидов. Клуб спонсирует новый проект, проект под названием КВН. Мы очень рады вас видеть в этом уютном ПРЦ, руководству которого мы очень благодарны за возможность собираться здесь, встречаться с вами. И мы благодарны Иосифу за техническое обеспечение всех наших шоу. Дорогие друзья, ой, кажется, мы хорошо повеселились в апреле, когда ровно в срок, через нужное положенное время, появился малыш номер 2, декабрь, сегодня. Значит, вы хорошо, не зря провели первый КВН. И как любой малыш, вне зависимости от возраста, для любой мамы, особенно для детской мамы, он является самым умным, независимо от того, что он делает, независимо, что о нем говорят. Он самый красивый, самый талантливый и, ну, по крайней мере, хотя бы самый веселый и находчивый. Итак, поэтому, положа руку на сердце, дорогие друзья, я произношу. Самые талантливые, самые мои веселые и находчивые, самые мои умные, ну, что еще, слабкие, горькие, тяжелые, легкие, самые дорогие моему сердцу. Команды, на сцену! Мы начинаем! Команды! Перед вами команда «Ван Кураж». Капитан Алексей Орехов команда «Докита». Итак, видео сегодняшнюю игру, так же, как и первую, Дмитрий Крайфля. Здравствуйте, дорогие друзья. Большое спасибо вам за теплое приветствие команд-участниц. Приветствие – это ставший традиционным первый конкурс клуба веселых и находчивых. Тема сегодняшнего веса «Неразновогодняя и лучшая». Судители кулинарных изысков, вероятно, себе уже представили что-то смешанное с чем-то, завернутое в аккуратненькие законченные формы, очень вкусные, готовые к употреблению, под названием «Луцы». Да, именно такими должны быть представляемые в первом конкурсе миниатюры. Также есть еще более старинное, стильное значение, к слову, новогодние колобчики. Это милые, добрые люди, приходящие под Новый год. На конкурс дается от 15 до 25 минут. Дима, ну, команды пошли готовиться. Как ты думаешь, Дима, знаешь ли ты фразу, известную фразу из «Борякума»? Что станет говорить княгине Марии Алексеевне? Нет, Дима, наша Мария Алексеевна всегда станет говорить что-нибудь обязательно. Я имела в виду совершенно другую фразу. «О суде кто?» То есть намекает тебе на то, что надо представить наше уважаемое жюри. Действительно, о суде кто? Сегодняшнюю игру судит жюри. Составим Александр Куняшов, главный редактор и владелец газеты «Банкувер Экспресс». Когда был молод, не кричит, спортивен, строен, колосист, когда созрел, главный сел. Заматерел и погрузнел, и как ученый в букве, он стал ванкуверский глав редактор. И пункт «Банкувер Экспресс» шепнет на ухо в CNN. Шепните, не забывайте. Следующим членом жюри называю Дениса Манзара. Денис Манзар – продюсер канала «Яна ТВ». С детства читал «Банкувер Экспресс», но не подходил туда по габаритам. С развитием интернета сделать это стало проще, так как интернет безразмерен, и ему это удалось. Инна Селиванова – член совета клуба «Одесситов», филолог, активно пропагандирует одесскую культуру для мобежон, судья жюри ванкуверского КВН, первого и второго Созыкова. Ирина Донская – в феврале 2013 года будет 17 лет, как выпускают газету «Ванкувер Экспресс». Год назад, благодаря театру Павловна, открыла в себе гениальную актрису. И теперь удивляется, почему ее до сих пор не пригласили в Амхат. Ну, или хотя бы в Амхат. У любви на острые приправы, пошлый юмор, глупость и хамство. Дима, откуда ты такие подробности знаешь? Разведка донесла. Он с жюри явно о чем-то беседовал. Прошу дальше. Городничек. Он же Слифт. Он же доктор Ватсон. Он же Ноздрёк из спектакля «Мертвые души». Он же 16 лет, как актёр театра, общественный спикер на международных конференциях и любитель вкусного и здорового юмора. Вот так. Андрей Ахачистович. Сергей Шевченко. Уже важный председатель жюри. Доктор Афтальмова. Владелец оптического салона «Кицидан». Человек, до которого участие в жюри ванкуберского КВ постепенно становится хобби. В то время, как раздавая, чьи-то его уже дал, нын давно стала профессией. Сергей Шевченко. Да, Дима, я вижу, что в нашем жюри достойные, уважаемые люди. Да, хорошо жить ванкубере рядом с такими людьми. О, хорошо. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Мысль, которую мы запомнили еще раз в детство. Но, как сказал один мой одессит, знакомый, говорит, с хорошими деньгами везде хорошо. В Одессе, но в ванкубере особенно. Итак, дорогие друзья. Что происходит дальше? А дальше тема домашнего задания сегодня будет. Конечно, Димочка. Вот. Тема домашнего задания «Конец света» или «С Новым годом». Ну, и не зря прозвучала эта фраза, потому что тема, общая тема КВН – это хорошо, жить хорошо, а жить хорошо ванкубере еще лучше. А, знаешь, Таня, вот говоря о конце света, я думаю, что если конец света, 21 декабря, все-таки не состоится, в чем я уверен, то в следующем году, в сентябре 2013 года, нам придется столкнуться с небывалым всплеском рождаемости. Ну, Димочка, демографический кризис, наверное, это тема другого КВН. А сегодня что у нас будет? А сегодня знакомые уже вам команды Ванкураж и Токита покажут вам, как же можно встречать Новый год, не боясь конца света. И покажут вам, что, по их мнению, жить хорошо и как хорошо жить в ванкубере. Правильно? Совершенно верно. А вот та команда, которая представит свое видение интереснее и, самое главное, веселее, вот та команда и станет победителем сегодняшней встречи. Итак, дорогие друзья, дорогие мои павленщики, я желаю вам всем удачи. Пусть покажет игра и пусть победит сильнейший для нас и для вас всех. Я желаю удачи. Удачи, ребята. Пусть победит сильнейший. А мы продолжаем говорить. Итак, прозвучали фанфары и сейчас приветствие команды Ванкураж. Прошу, голубушек и голубчиков, на сцену. Пусть победит сильнейший. И на даундаунном загады каждый день. Жили программисты и непрогранисты. Жили, не играя в КВ. Кто бы мог подумать в нашем загрузке, Где нет их сына, не лосось или креп. Если не евреи, бабы и на русских, А гроза и братья в войне. Морки, Чебопоту, с шуткой не поправим. Но ваше настроение мы берем на абортаж. Вас пришла сегодня с праздником поздравить. КВМ, команда Ванкураж! С праздником, команда Ванкураж! КВМ, команда Ванкураж! Ну что, вышли бодренько, а главное, сами! Да, девочки, КВМ это наша молодость. Вот мы решили встретить нашу молодость. Мы в нее вернулись. Но молодость не застали. А я посмотрела, девочки, на средний возраст нашей команды И подумала, не заменить ли нам разминку прогулкой Жюри, консилиум, а приветствую и прощаю. Девочки, ну что за настроение! Надо подрее! Командовать парадом буду я! Лед тронулся! Давай-давай, Олег! Мы в правильном городе живем И парады у нас подходящие есть. Давай! Не надо внывать! Нашим может помочь реклама! Какая реклама? Девочки, у нас же приветствия! Тихо-шам! Мы имеем спонсоров? Имеем! А спонсоры имеют нас! Реклама, девочки! Реклама, так реклама! Никакого очка втираема! Так называются аналогом магазине «Помбина» на «Помбранц-3». Приходите, мы применим вам очки с глазу на глаз. Скидка 50% с клубом и членом клуба «Одиссидов». Вас послали? Мы вас доставим! С самолетом хорошо, с пароходом хорошо, даже на обенях хорошо. С тревел-агентством «Флориа Тревел» на 72-й и «Грэмпил». Безиденьки в ракуре «Одиссидов» по лениводам и членам клуба «Одиссидов». Душа льется в небо. Хотите быть ближе к Богу? Не все дороги ведут в храм. Вам нужна плетная школа «Кнэддиан Лайф-Центр» и «Бандер Бэк». 50% скидка мастерам левитации и членам клуба «Одиссидов». Только у нас, только в команде «Одиссидов» Сладкая парочка профессионалов высокого класса, риэлторы «Вина Черных» и, может быть, брокер Игорь Миронцев. Примагаю 50% скидку бездомной «Ванкувера» и, может быть, членам клуба «Одиссидов». В похоронное бюро «Авокалипсис» все дороги идут к нам. Пушистые дровы из органического гедра. Прожизненная гарантия. 50% скидку скидку скидку. И мы тогда спросить должны, хотят ли русские? Хотят ли русские? Хотят ли русские? Хозяк, хозяк. Пошли, девочки. Да, пошел, это девочки. Вы же знаете, я наконец-то собрал Тафина. Ну и как? Совсем неплохо, но купаться мне пришлось. Почему так? По трем причинам. Море волнуется раз, море волнуется два и море волнуется три. А вот в Одессе море. Ой! А вот моя тут недавно объяснила, что по гороскопу я вот этот, как его, рак. А с чем там рак сочетается? А рак сочетается с пивом свежего разлива. А вот если пиво и раки таких размеров вчера по пять. Врешь. Ребят, ребят, что сразу ты коварим, так одесса? Мы же в Тагида играем, а у них одесситов вроде бы больше. А одесситы в команде... Проси! Ну! За весы прибыла команда, Крикуку взяли на кита. Весенья полные шаламы, Хотят грузить они сюда. А одесский юмор всем известен. Но только что греха дает. Правда, и тень и море сам. Пакуер должен их кормить. Стоп, стоп, стоп. Алис, мы договаривались. Опять одесса. Ну что, опять будем весь КВМ юморить по-одесски? Ну как-то по-другому можем. Ну почему? Мы можем поднять градус. У нас, мужиков, это нормально. Я тебя не понимаю. Ну ладно, но если не градус, То мы можем повысить калибр. А как тут не вспомнить о юморе гусарском? А где-то сам и там и там. А где там, и там и бал. И не просто бал, а бал новогодний. Ох, приятно, знаете ли, Тряхнуть в высшем свете, Пока этому свету конец не пришел. Сегодня будет бал. Сегодня будет бал. Сегодня будет бал. Сегодня будет бал. Вы знаете, если ты был до прибавки, Денисеревкина, что ли? А она не замерзла в дорогу? Ну ты что вы, она ведь под шумом. Тогда ждите волковника или нет? А вот гроханец будет только на пихоте. А вы слышите, Маташа призраете на стол? А к нам в город ходит кусарик! А к нам в город ходит кусарик! Я не люблю кусарик! А к нам в город ходит кусарик! Мы пока нарыбали, нарыбали! Нам приятные кусарик! А к нам в город ходит кусарик! В рощущении свет И играют галет! А как не играть, не петь, не танцевать, Мы так безумно рады всем. Возьмем штурмовать, шутить всегда на лет, На приглашай кавэ. Станк на первое свидание, от свидания, Мы пришли без опоздания, Мы готовы выступать, но конкуртим балам. Верно! Поручик Голицын! Типан, ты дорогой мой духа! Ах, я помню его еще и сон, Он был за докладином облендским. Поручик Ржевский! Есть! Поручик знает столько неприличных песен. Он что, посмел он их спит? Нет, нет, он только мне на свисток, ох! Поручик Любавический! Вы знаете! Вы знаете, он только на половинку поручий. Его бабушка какое-то время была под поручием. Поручик, барон! Попутать! А этот как сюда попал? Да он красивый! Пусть будет! Поручик, барон! Попутать! Парон! Каких женщин вы печкаете? Красивых или пунктах? Мадам, вы же знаете, не тех и не других, мое сердце всегда с вами, и я люблю твои голоса. Ах, поручий голубчик, а какое вино вы предпочитаете? Белое или красное? Мадам, креплёвый, я же так твой. А уходу. Мадам, если ваш муж ещё на меня раз так посмотрит, я обломаю ему в широках. Не волнуйтесь, голубчик, я бы наставлю тут же новое. Ах, поручий, когда мы с вами поженимся, в нашем городе будет две спальни. Чем же мне, мадам? Буду-а и не Буду-а. Голубчик, вы случайно не ирили? Ох, мадам, это просто боевое ранение. Но нам оно не помешает. Ах, голубчик, вам нравится женщина, которая одевается с авто? Мадам, мне больше нравится тем, которые раздеваются с энтузиастами. Я встретил вас, и всё былое. Сложил легко, сложил легко в ваших ног. Я вас любил, и всё такое. Ах, дай вам Бог, ах, дай вам Бог, не дай нам Бог. Не страшно, не страшно, а воле в раме. Но свет без права обойтись, придётся нам. Меньшутки стильные русской бани. Ах, не для дам. Ах, не для дам. Пардон, мадам. Мужчины все величие и условные. В руках у женщин они все как парадик. Кем были мы на батареоны. Без шансовик, без шансовик. Без шансовик. Без шансовик, без шансовик. 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 Дети, скажи-ка, Миша, ведь не даром конец всего пророчат нам Покуда мы в душе гусары, покуда дамок, этим дамок, конца не будет Ветерам! Аплодисменты!